Но это еще и показывает никчемность этой кадыровской пропаганды. Обратите внимание, кого им приходится сегодня привлекать на свою сторону. Они руководствуются пословицей русской «безрыбье» и «рак рыба». У них настолько безрыбье, что для них даже вот этот Шахмурзаев, абсолютно никому не нужный, неинтересный и никчемный старик, даже он для них сегодня некая рыба. Он не говорит, что он хочет от меня, что у него за проект, он ничего об этом не говорит. Он дальше продолжает рассказывать о том, что это великая идея и что только он знает, как это сделать. И только он единственным, он является ученым, политологом, политтехнологом. Он написал какие-то книги, он делал какие-то предложения. В восторге от него были Масхадов, Рузвельт, кто угодно. Он просто гений нашего народа. И у нас не было никого подобного ему до него и не будет после него. Для многих таких колеблющихся и оказавшихся в его положении старичков в Европе, на них это, возможно, окажет какое-то влияние и, быть может, скоро каких-то из кого-то из них мы увидим, также сидящих рядом с Чингизом Ахмадовым. И это будет неким, ну, с точки зрения кадырской пропаганды, это будет неким успехом. В общем, поживем, увидим. Лема Шахмурзаев появился на мероприятии в Грозном. Как видите, он сидит вот рядом с директором ЧГТРК Крязный, Чингизом Ахмадовым. Лема Шахмурзаев — это вот этот вот взрослый человек преклонного возраста, который сидит по левую руку от Чингиза Ахмадова. Многие, возможно, его и не знают, скорее всего, его не знают. Я немного расскажу об этом человеке. Но, по сути, никто, если коротко. И на этом можно было бы закончить. Но дело в том, что здесь есть связанная с ним очень интересная история. Также есть, у меня есть история знакомства с этим человеком, она тоже очень интересная. Вообще, те, кто его знают, знают по роликам в Ютубе, которые у него назывались Камел-65, Камел-836, Камел-1546. То есть, разговор такой, что он нумеровал их. Разговор один, разговор два. И вот так их было там. Я не знаю, сколько этих разговоров. И на этих разговорах он просто сидел и рассуждал о чем-то там, о каких-то ошибках и так далее. Какие-то предложения, что надо сделать, чтобы типа это все исправить. Ну и, соответственно, вы понимаете, у него было как бы два с половиной зрителя, которые его смотрели и также его как бы комментировали. И это вот все, можно сказать, те люди, часть из них, наверное, из этих двух с половиной людей, его сторонники, часть его критики и все, в общем. И он не имел бы никакого как бы продолжения. История с ним не была бы абсолютно интересна, если бы не одно. Но он иммигрант. Он все это делал, находясь в Лондоне, получив там убежище от России. И когда он начал высказывать какие-то явные респекты в сторону Гадырова-старшего, это, разумеется, вызвало интерес, некое возмущение. Поэтому на него обратили внимание. У меня есть своя история знакомства с этим человеком. В 2017 году сижу я, значит, в Грузии на своей знаменитой кухне с зелеными обоями. Пью чай или кофе, я никого не трогаю. Это ночь. И приходит сообщение на Facebook от Лемы Шахмурзаев. И в этом сообщении, ну, типа, приветствия, спрашивает, как дела здоровья и так далее. Говорит, вот, мол, я Лема Шахмурзаев. Я вот за тобой наблюдаю, обратил на тебя внимание. Ты ведешь хорошую деятельность, имеешь определенный успех. И, ну, то, что ты делаешь, как бы, это сейчас, это не имеет какой-то такой серьезной важности. А я бы мог предложить тебе то, что принесло бы реально очень большую пользу в целом для нашего народа. И нам нужно с тобой поговорить. Ну, я, как бы, отвечаю, приветствую, тоже говорю, что у меня все хорошо. Спрашиваю, как у него дела, и говорю, да никаких проблем. Я, в принципе, открыт для разговора. И он сразу же мне звонит. И вот после этого момента далее идет разговор. Час времени, говорит он, я ни словом, ни даже вздохом своим его не перебиваю. И приблизительно час я просто слушаю этого человека. Весь этот час он мне рассказывает о том, что я молодец, умею грамотно доносить свою мысль. Но то, что я делаю, это, мягко говоря, ерунда. А вот он занимается проектом, который спасет наш народ, а может быть и весь этот мир. И я должен стать частью этого проекта. И если я встроюсь туда, то моя деятельность будет полезна для всего нашего народа, а может быть и мира. И поэтому я должен встроиться в этот проект. Если я не встроюсь в него, то все, что я делаю, это не имеет никакого смысла. Поэтому, в том числе, ты должен присоединиться к нам. Ты должен быть с нами. И я сейчас уже занимаюсь этим проектом. И уже вот-вот весь мир о нем услышит. И я, то есть Лема Шахмурзая, является единственным политтехнологом среди чеченцев. По-моему, вот так, если я не ошибаюсь. То есть политическим ученым. Не просто каким-то там человеком, заявляющим, что он политик. А он именно политолог, политтехнолог. И кроме него другого у нас нет. И только он знает, как привести нас к успеху. Как привести нас к какому-то позитивному результату. И не только нас, может быть, даже весь этот мир. И сейчас, в данный момент, разговаривая со мной, он находится во Франции. Он приехал туда для того, чтобы этот проект начать, как бы запустить его. Следующий пункт остановки, это Украина. В Украине он должен встретиться с какими-то очень важными людьми. И они все вместе уже там сделают заявление. И весь этот мир просто содрогнется от той идеи, которую он предложит. И вот так вот он все это время мне об этом говорит. Но, ходя около всего этого, он мне не объясняет, что это. И вот так я его слушаю час. Час я слушаю о том, что единственный он умный в нашем народе. И только он политолог, только он политтехнолог, только он знает, как привести нас к успеху. И я должен к нему присоединиться. И тогда это будет просто великое дело. Но он мне объясняет, что это. Я жду ровно час приблизительно. Жду час. Выждав час, я ловлю паузу между вот этими его какими-то там речами. И вставляю туда. Я говорю, прошу прощения. Я говорю, Лема, ну, как с уважением я отношусь к его возрасту. До этого я понятия не имею, кто он. Не смотрел никаких его роликов, ничего. Просто я знаю, что это чеченец. И он как бы взрослый, человек преклонного возраста. Поэтому из уважения к нему я его слушаю час. Выждав какую-то паузу в его речи, где он делал вот этот вздох, чтобы и дальше продолжат. И я вот в этот момент я вставляю туда. Я говорю, я прошу прощения, Лема, а можно узнать, что это за проект? В чем мне нужно участвовать? И какова вообще моя роль? Что от меня нужно? Чем я могу вам помочь? Я с удовольствием это сделаю. Я готов быть полезным для общества, для этого мира. Объясни мне, пожалуйста, что я должен сделать? И далее опять минут сорок. Я опять его не перебиваю. Но следующие сорок минут он говорит то же самое, что говорил в предыдущий час. Он не говорит, что он хочет от меня, что у него за проект. Он ничего об этом не говорит. Он дальше продолжает рассказывать о том, что это великая идея, реализация, которая приведет и наш народ, и весь этот мир к великому успеху. И что только он знает, как это сделать. И только он единственное, он является ученым, политологом, политтехнологом. Он написал какие-то книги, он делал какие-то предложения. В восторге от него были масхадов, Рузвельт там, кто угодно. Он просто гений нашего народа. И у нас не было никого подобного ему до него и не будет после него. Но он опять не говорит, что нужно от меня. И он не объясняет, что за проект у него, что он хочет предложить нашему народу и этому миру. Он этого не говорит. Еще минут сорок я его слушаю. И затем уже я не выдерживаю. И я начинаю уже, перебивая его, задавать ему какие-то вопросы, уточняю. Я говорю, объясни мне, говорю я, что ты хочешь от меня. Объясни мне, что за проект у тебя. Что ты предлагаешь людям. И тогда он начинает нервничать. И в конечном итоге, ну я не перехожу на какое-то... Я с ним как бы спорю, я задаю ему вопросы, но на какие-то оскорбления. То есть я это делаю, я не перехожу, я делаю это исключительно уважительно, кто не к нему. Исходя из его возраста. И как бы задавая ему вопросы, уже я начинаю какие-то уточняющие вопросы задавать. Скажи мне, например, объясни мне какие-то пункты, что это будет и так далее. Он не отвечает на вопросы. И в конечном итоге он выдает. Он говорит, что ты со мной, он говорит, не спорь. Я тебе, говорит, неровнее для того, чтобы ты со мной спорил. Я к тебе обратился как к журналисту. Ты, говорит, журналист, я ученый. Задавай мне вопросы, я буду на них отвечать. Говорит мне Лема. И здесь я понимаю, что это уже та грань, тот предел, до которого я дошел. И что вот сейчас я уже перейду на грубую форму разговора. И мне сейчас лучше остановиться. Так как все-таки он человек взрослый. И не совсем красиво будет, если я его жестко поставлю на место. И тут я делаю глубокий вдох. Прошу Всевышнего дать мне немного терпения. И говорю ему, Лема, я тебя понял, но я не журналист. То есть я ему не говорю, ты не ученый, ты для меня неинтересен, ты не авторитет. Я не говорю ему это. Вместо этого я как бы принижаю себя. Я говорю, я не журналист. Ты ошибся, Лема. Тебе нужно обратиться к журналисту, чтобы он задавал тебе вопросы как к ученому. А ты, значит, отвечал ему. И он говорит, ну хорошо, очень жаль тогда. Я говорю, да, мне тоже очень жаль, что я не оправдал твоих надежд. Всего доброго, и мы вот так расходимся. После этого у меня не было больше никаких с ним контактов. Ничего больше не было, никаких разговоров. До того момента, пока он не появился в президиуме Ассамблеи Чеченцев. Когда она только была создана, он появился в этом президиуме. А уже на тот момент у него были какие-то, мягко говоря, неоднозначные высказывания. В отношении предателей нашего народа. И поэтому уже там я высказался, критически высказался в адрес Ассамблеи, за то, что они его туда посадили. После этого у них там внутри были какие-то разногласия по его поводу. Но они проголосовали и его исключили из этой Ассамблеи. После этого, значит, у меня проходит эфир с Максимом Шевченко, в котором я называю Кадырова предателем нашего народа, Кадырова-старшего. Называю его предателем нашего народа и говорю о том, что я презираю его память. Тогда Максим Шевченко в качестве спасения этой ситуации делает эфир с Лемой Шахмурзаевым. И Лема Шахмурзаев в этом эфире с Максимом Шевченко напротив заявляет о том, что никакой он не предатель Ахмада Кадырова, он не предавал никого. Наоборот, наш народ предал Ахмада Кадырова. Я цитирую. А Ахмад Кадыров, он сделал все возможное для того, чтобы наоборот спасти наш народ. И он, по сути, является таким спасителем. И вот обратите внимание, как по-разному сложились судьбы моей и Лемы Шахмурзаева. Мне после моего заявления была объявлена кровная месть. Были вызваны, так скажем, мои родственники. И заставили публично от меня отказаться, сказать, что в случае моего убийства никаких претензий они иметь не будут. После этого была целая кампания обливания меня грязью, когда всяких сотрудников заставляли записывать оскорбительные обращения в мой адрес. Ну а логическим завершением всего этого стало покушение на мое убийство 26 февраля прошлого года. А у Лемы Шахмурзаева, наоборот, с этого эфира все пошло в другую сторону. И в конечном итоге, как вы видите, сейчас, в 2021 году, он уже публично появился в эфире ЧКТРК «Грязный» на официальном мероприятии Кадыровском, сидя рядом с директором ЧКТРК «Грязный». Возвращаясь к своему разговору с Шахмурзаевым, я сейчас могу точно вам сказать, что если, допустим, мне кто-нибудь задаст вопрос о том, что есть ли в твоей жизни какой-то период, какой-то отрезок времени, который ты считаешь, что ты потратил впустую, ты куда-то смыл его в унитаз. Если у тебя есть такой период в жизни, то я не задумываясь скажу, что это вот эти полтора-два часа моего разговора с Лемой Шахмурзаевым, они просто не имели никакого смысла, это было впустую потраченное время, я лучше бы поспал, в этом была бы польза. Это настолько было просто спущенное в унитаз время, которое я потратил на этого человека, прям 100%. И сейчас у меня нет никаких сомнений в том, что он никчемный, абсолютно невостребованный, то есть, понимаете, это человек преклонного возраста, который состарился и осознал свою невостребованность, ненужность, никому, абсолютную никчемность. И оказавшись вот в такой ситуации, в этот момент он понимает, что есть возможность подлизнуть где надо, и возможно в этой ситуации он станет нужным хотя бы для вот этих предателей, сидящих сегодня в Чечне. И он это делает. И это хороший пример для всех остальных, оказавшихся в таком же положении, как и он. А их здесь немало. Точно таких же старичков, которые сейчас подошли уже к своему преклонному возрасту, сидят здесь почти 20 лет. Они оказались ненужными ни для России, ни для европейских стран, ни тем более для чеченского народа. Они абсолютно никому не интересны. У них есть некий свой круг людей, который состоит из двух с половиной человек. Эти люди будут где-то там их лайкать, может быть комментировать, но они понимают, что это вообще не уровень. И вот эта вот ситуация, когда ты, оказавшись уже в таком возрасте, ты понимаешь, что ты не нужен, что твой народ тебя не любит, он тебя не уважает, что ты не востребован, ты не авторитетен. Каким-то этим странам, в которых ты находишься, ты тоже не нужен. То есть ты здесь в качестве эксперта не интересен никому. Ты пилишь в Ютубе ролики, они тоже никому не интересны, их никто не смотрит, не комментирует, никому не до этого дела. Оказавшись в такой ситуации, у тебя начинается вот эта депрессия. Человеку это может привести даже к трагическим последствиям. Но то, к чему эта ситуация привела Шахмурзаева, это, наверное, самый худший результат, это наихудшие последствия. К сожалению, он показал пример для многих, и возможно многие последуют за его примером, и мы, может быть, в будущем увидим многих представителей сегодняшних эмигрантов здесь, которые тоже окажутся там, на различных мероприятиях, будут сидеть рядом с кадыровскими пропагандистами и как-то выражать им респект. Но это еще и показывает никчемность этой кадыровской пропаганды. Обратите внимание, кого им приходится сегодня привлекать на свою сторону. Они руководствуются пословицей русской «на безрыбье и рак рыба». У них настолько безрыбье, что для них даже вот этот Шахмурзаев, абсолютно никому не нужный, неинтересный и никчемный старик, даже он для них сегодня некая рыба. Даже его они готовы сегодня вытянуть, привезти его в Чечню из Лондона, посадить рядом и показать его, чтобы таким образом какое-то создать впечатление, что вот мы даже бывшие какие-то там, мол, ищерицы типа, да, в кавычках. А он типа является таковым в кавычках, потому что раньше он предпочитал сидеть рядом не с пропагандистами кадыровскими, а с Хамзатом Дилаевым сфотографироваться, сесть рядом сфотографироваться. Он предпочитал другую компанию раньше. И они даже это используют. И они прощают ему те нелестные высказывания, которые он делал в адрес Кадырова-младшего. По сути, вы можете там покыпаться в его контенте, вы там найдете много нелестных высказываний в адрес Кадырова, где он, по сути, намекает на его, справедливо, кстати, намекает на его тупость, неграмотность. И они даже это ему простили ради того, чтобы вот эту картинку показать нам, что вот, мол, Шахмур-Заев теперь с нами. Но он уже давно как бы был с вами. И это никого из нас, конечно, не удивило. Но в целом, я думаю, для многих таких колеблющихся и оказавшихся в его положении историчков в Европе, на них это, возможно, окажет какое-то влияние. И, быть может, скоро кого-то из них мы увидим также, сидящих рядом с Чингизом Ахмадовым. И это будет неким, ну, с точки зрения кадыровской пропаганды, это будет неким успехом. В общем, поживем, увидим. Субтитры создавал DimaTorzok